Привет, друзья! С вами Алена Самсонова, практикующий психолог, современный психолог. И сегодня я продолжаю отвечать на ваши вопросы. И вопрос звучит так. Алена, как мне пережить длительное расставание, длительный развод и справиться с этой историей? Очень-очень важно для себя понять. Насколько тяжело вам сейчас? Насколько вы включены в этот процесс? Если целиком, я попрошу вас открыть дверцу и вылезать. Вылезать и доставать себя насильно наружу. Для чего это делать? Вы понимаете, для чего? Но вы не делаете. Почему? Потому что первое. Возможно, вы не осознали, почему с вами так произошло. Цепной анализ событий. Выполните это сразу после того, как произошло вот этот вот конфуз. Следующий момент – это когда вы проанализировали все, возьмите лучшее из этой истории. Что значит, возьмите лучшее из этой истории? Это значит, что вы получите новые знания, новый опыт и измените план, возможный план взаимодействия с ошибками. Следующий момент – перестаньте застревать. Застревание. Вы прожили горе, вы прожили расставание. И сейчас куча, куча таких историй, которые говорят о том, что мне бы хотелось чувствовать себя по-другому. Мне бы хотелось, чтобы меня не бросили. Но это порочный круг застревания в болезни. Поэтому вам очень-очень важно прямо сейчас вынырнуть и обнаружить для себя перспективы роста. Какие они могут быть, перспективы вашего роста? Гигантские, а не просто гигантские. И вы осознаете себя новой. Вы включаетесь в новую деятельность. Вы максимально погружаетесь в взаимодействие с близкими, взаимодействие с интересными людьми. И обнаруживаете новую себя в этих отношениях. Вот здесь вы создаете пространство, которое открыто для нового человека. Которое открыто для новых ощущений. И когда вот здесь вы вытесняете горе, вытесняете стресс, на самом деле вы ничего не получаете от этого. А вам нужно не вытеснять. Вам нужно просто открыть вот здесь это место и сделать так, чтобы вы поверили в то, что вы можете встретить другого человека, который заместит всю ту пустоту, которая сейчас есть. Проживание себя в пустоте, осознание себя в пустоте – это классный опыт. Когда вы понимаете, что пустота, она есть, и она ваша, и она сейчас, и вы горюете, и вам больно, и вам сложно, и вам, черт возьми, тревожно. Это и есть обретение того чувства уверенности, того чувства значимости и возможности идти вперед. И когда вы прощаетесь с человеком, который так или иначе вышел из вашей жизни, вы открываете новое окно в эту прекрасную дверь, которая называется жизнь. Поблагодарите себя, проанализируйте опыт, откройте сердце, займитесь приятными делами, обнаружите себя в новом опыте и создайте новые связи. Пять простых пунктов, которые точно помогут вам справиться и пережить развод. Если еще остались какие-то вопросы, обязательно пишите мне о них. Оставляйте комментарии и слушайте о том, как можно очень-очень быстро справиться с разводом гармонично и оставив за собой возможность двигаться дальше. С вами Алена, ваш психолог. Ставьте лайки, подписывайтесь. Жду вашей информации.